Приветствую вас. Ну, на самом деле, то, что вы описываете, проблематика, как мне кажется, кроется в первую очередь в том, что ваш мужчина, как вы говорите, идеальный. То есть, вы говорите о том, что человек ведет себя, ну, очень хорошо. То есть, вы говорите, что он идеальный, вы говорите, что он прям вот супер вообще добрый, супер заботливый, супер ласковый. Вот, и как бы в этом, наверное, и кроется основная беда, потому что человек себя, вероятно, много сдерживает. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, как обстоят дела, на самом деле. Вот, не могу этого знать. Но, скорее всего, это кроется проблем. В этом и в страхе человек. То есть, скорее всего, человек боится чего-то, вот, опасается чего-то. вот, каких-то, вот, моментов, ну, как мне, опять же, кажется. Вот. И, соответственно, не может быть, ну, настоящий, не может быть собой. Вот. Не получается, не получается у него, вероятнее всего быть собой. С вами, вот, слишком много, вероятно, он требует от себя. Вот. Слишком много, вероятно, он, эм, себя вот, как-то, принуждает к каким-то, ну, вот, вещам, да. Каким-то. эм, историям, слишком много он, эм, от себя требует. Вот, слишком много, чтобы он вероятно. А, вероятно. Окей, это собственный. Да, это спецназ. Да, это спецназ. Да, это спецназ. Эм... Не, можно сказать. Да, это спецназ. Да, это спецназ. Вот. И, как мне кажется, это является основной проблемой здесь. Как мне кажется, это является основной проблемой. То, что человек, вот, не ведет себя естественно. То есть, то, что вы его называете идеальным, вот, для него, суть по всему очень-очень сложно и тяжело. И вопрос, вот здесь, в том, чтобы он как раз, может быть, а, перестал, а, быть, идеальным, чтобы вы, например, а, позволили, или, позволили, или, чтобы вы позволяли ему быть неидеальным, что бы, ну, вот, вот, ну, больше, а, стиркнет, может быть, а, ему, а, быть, с собой. Вот. Вот. Сейчас мне кажется, что с собой он, быть, как раз, не может. Вот. 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 И то, что обычно, то, что обычно, вы решаете, как, что-то вот такое вот, ну, сообщенное, да, обычно, для него, видимо, оказывается, не так уж просто. Вот. И человек чувствует свою несвободу. То, о чём вы говорите, на мой взгляд, это, как раз-таки, про аж несвободу. И про реакцию человека на эту самую несвободу. Вот. То есть это вопрос о том, может ли он быть собой полностью с вами, это вопрос о том, может ли он быть искренним с вами, это вопрос о том, насколько он естественен. вот. Это, мне кажется, вот здесь такой вот достаточно важный момент, достаточно важный аспект, вот, на который, который, вам нужно обратить внимание, что человек не совсем удовлетворён, что человек не совсем, судя по всему, является собой, что человеку не совсем хорошо, вот, что человек испытывает некоторые напряжения, испытывает некоторые трудности, испытывает некоторые проблемы. Вот. И он не чувствует, что может вам об этом сказать, возможно, именно по той вот, достаточно простой причине, что вы ждёте от него, что он будет идеален. Вот. А идеально быть, ну, вообще-то говоря, довольно-таки тяжело. То есть я вот, ну, не знаю, да, понимаете ли вы или нет, но вот это вообще-то, вообще-то это нелегко. Ну, как бы, мне видится лично проблема в этом. Вот. То есть человек достаточно мало выращает свои желания, судя по всему. Ну, вот. Ну, судя по тому, что вы вот описываете, судя по тому, что вы говорите, вот человек довольно мало себя проявлял. Поэтому здесь нужно учиться говорить о том, что беспокоит. Здесь нужно учиться обсуждать. моменты, которые приводят. Вот. Нужно учиться обсуждать эти вещи. Даже если они, эти вещи, вот, не совсем приятные. Вот. Даже если они, эти вещи не совсем такие вот, ну, скажем, безболезненные. Вот. Нужно учиться это обсуждать. Потому что в противном случае, если это не обсуждать, вот, то могут быть, ну, довольно серьезные трудности. И, собственно, таких вот взрывов просто может становиться больше и больше и больше со временем. К сожалению. Именно, именно, вот, по той причине, что неудовлетворенность она будет копиться, она будет копиться, она будет увеличиваться. и, соответственно, как бы, амплитуда вот таких, таких проявлений, да, будет со временем становиться все больше и больше. Вот. И если, если, конечно, вы ничего с этим, ну, не будете делать. Вот. То есть, если вы не будете разговаривать, вот, если вы не будете обсуждать эти вещи, вот, если вы не будете, а, как-то, вот, это, проговаривать, вот. Что человек это будет беспокоить, вот, со сильнее, и сильнее, и сильнее, и сильнее, к сожалению. Ну, так это обычно происходит, так это обычно, в принципе, бывает. Но здесь вот, ну, к сожалению, ничего с этим, ну, ничего не поделается с этими моментами, с этими аспектами. Вот, это, конечно, может быть неприятно, но вот, к сожалению, по-другому бывает редко. Вот, так что, вполне вероятно, что человеку просто вот что-то не нравится, вполне вероятно, что человек просто что-то не хочет, вот, ну, например, не хочет там каких-то планов, да, какие-то планы человек не хочет реализовывать, ну, вам это вот сказать, ну, например, не может, потому что боится вас разочаровать. Ну, в определенный момент это просто фигадка вот своего предела, и человек уже не может больше, больше, больше молчать, вот, человек не может больше об этом не говорить, не может игнорировать это. вот, и получается, правда. Поэтому, чтобы я рекомендовал, я бы рекомендовал в первую очередь, наверное, обратиться к психологу, вот, я бы рекомендовал в первую очередь, обратиться на семейную, значит, консультацию, вот, и проработать вопросы искренности между вами, вопрос контакта, вот, если вам это интересно. на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!